Приветствую! Жена Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, еще в июле подала иск о взымании алиментов с супруга на содержание двоих несовершеннолетних детей. В начале августа суд принял решение в ее пользу. При этом модель счастливо живет в браке с Дмитрием Тарасовым и не помышляет о разводе. Такое, казалось бы, странное решение Анастасии Костенко довольно легко объяснимо. Дело в том, что Дмитрий Тарасов платит большие алименты на содержание старшей дочери. Он отдает первой супруге четверть своих доходов плюс 104 тысячи рублей сверху. Такой расклад совершенно не устраивает нынешнюю супругу, футболиста. Именно поэтому она и подала иск в суд. Заявление Анастасии было зарегистрировано 6 июля, а уже 5 августа иск удовлетворили. Теперь Костенко будет получать алименты на содержание двух дочерей на законном основании. Сделано это было с целью сократить алименты, которые Тарасов платит старшей наследнице Ангелине. Еще несколько месяцев назад модель публично заявляла, что будет отстаивать права своих детей на безбедное будущее. На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «Судебное разбирательство». Старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя. Но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права. Должны быть окружены заботой государства. Поделилась своими переживаниями Анастасия. Теперь, скорее всего, Дмитрий тоже подаст иск в суд на обжалование алиментов для старшей дочери, требуя уменьшить сумму. С Ангелиной, к сожалению, спортсмен почти не общается. Из-за конфликта с бывшей женой он не навещает девочку и редко вспоминает о ней в социальных сетях. Сейчас, к слову, расстояние между ним и Ангелиной стало еще больше, потому что футболист с семьей живет преимущественно в Казани, где играет за клуб «Рубин». Кстати, как-то во время одного из открытых судебных заседаний были озвучены точные суммы доходов футболиста за 2018 год и 9 месяцев 2019-го. Их предоставляли в качестве доказательства его платежеспособности. И надо отметить, что суммы внушительные. За 2018 год он заработал 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го заработано порядка 60 миллионов рублей. Сюда входят и рекламные деньги, и футбольные, и все другие виды поступлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова